Нихао, леди и джентльмены! Интернет-портал bestandroid.com.i предлагает вашему вниманию обзор нового телефона от китайских производителей и называется он i5, выполнен в стиле пятого айфона. Это бюджетный смартфон стоимостью до 1000 гривен, он порядка 9150 стоит. Вот он представлен у нас в черном корпусе. Это айфон со съемной задней крышкой, он на 2 сим-карточке. Пройдемся мы по внешнему виду этого телефончика. У нас чуть позже видео будет в сравнении с оригинальным телефоном, но он такой, вкратце. Что касается внешнего вида, то спереди мы видим фронтальную камеру датчик уха, датчик приближения, причем они поменены местами по отношению с оригинальным айфоном, но в целом их размещение соответствует ARIGO. Внутренний динамик, одна кнопочка айфоновская, внизу как обычно. Слева есть у нас кнопка включения-выключения звучного-беззвучного режима, можно переключаться и качелька регулировки громкости. Вверху кнопка блокировки и включения-выключения опять же аппарата. Справа есть такой у нас муляж под nanoSIM. На самом деле симки вставляются сзади, мы сейчас это посмотрим. Снизу выход microUSB и 3,5 мм миниджек, а также здесь есть отверстие внешнего динамика. Задняя часть у нас представлена таким вот образом, она пластиковая, цельная, вверху камера, камера на 2 мегапикселя и светодиодная вспышка. Яблочко, причем это не наклейка, это оно, можно сказать, лазером-не лазером, но в общем оно прям нанесено в эту крышку, не сотрется и блестит, как в оригинальном телефоне, это круто. И надписи классические. Задняя крышка снимается таким образом. Телефон очень похож в целом по своим характеристикам и по всему-по всему на модельку W5000, очень известную среди пятых айфонов, но стоит на 50% дешевле. Таким образом он выглядит под задней крышкой. У нас аккумулятор идет на 200 мАч, две симочки и карты памяти от microSD можно сюда до 32 гигабайт ставить, но советуем до 16 максимум. Крышка, как видно, пластиковая. В целом, по ощущениям, телефончик собран добротно, единственное, что он толще оригинала, ну как бы ценой это обусловлено. По экрану разблокировки видно, что здесь стоит iPhone Shell оболочка, выполнена под iPhone. Вот таким вот образом разблокируется у нас телефончик, видно у нас несколько рабочих столов, а точнее их два, как в оригинальном телефоне. Есть меню быстрого доступа, больше похоже на Android, чем на iOS. Сейчас меню доступа к запущенным приложениям отсутствует, зато есть при двойном нажатии вызов контекстного меню. То есть это может быть даже удобнее, чем в более дорогих айфонах реализовано двойное нажатие вызова запущенных приложений. Зачем оно надо? Если подержать кнопку, то мы возвращаемся на экран поиска и запустим такое приложение YouTube Benchmark. К сожалению, старая версия здесь предустановлена, но зато оно нам позволит посмотреть характеристики. Характеристики телефончика, зайдем в сведения. Модель i5, iPhone, MTK6575, 2 ГГц CPU. Это неправда, здесь стоит герцовый процессор, Qualcomm, 1 ГГц, 480 на 854 пикселя разрешения, есть графический ускоритель и оперативки 256 МБ. Версия Android 2.3.6, это Android телефончик. Что касается встроенной памяти, то также ее здесь немного, но ее можно расширить опять же за счет карт памяти. Кнопка от одиночного нажатия кнопочки возвращает нас назад. Что еще интересного можно отметить в этом телефоне? Уже предустановлено достаточно большое количество различных приложений, в том числе даже есть Facebook, камера, часы, настройки и так далее. Есть Play Store, причем это не Play Market, это приложение Play App, андроидовское, которое позволяет без всяких Google аккаунтов скачивать напрямую приложение. Очень просто, вот у нас попались Angry Birds, выбираем их, нажимаем установить и все, без всяких регистраций можно скачать любую игрушку из этого приложения. Также здесь есть полноценный браузер, в принципе, Wi-Fi здесь работает без проблем. Зайдем попробуем на сайт, bestandroid.com.ua. Нажмем поиск. Android 2.3.6, в принципе, достаточно уже стабильная версия. Как видите, даже по работе браузера очень быстренько все работает. Поддерживает телефон такую альбомную ориентацию, благодаря G-сенсору, и это мультитач, то есть можно вот так вот увеличивать, уменьшать у нас сайты или фотографии, ну, смотря где мы находимся. Можно в целом порекомендовать этот телефон для тех, кому не нужны там заобочные какие-то параметры в вашем смартфоне. Телефон нужен просто на две сим-карточки. Нужны, например, он должен служить для чтения документов или для серфинга по интернету, просмотра каких-то видео, возможно, для пользования фотокамерой, хотя она здесь слабенькая достаточно. Ну, и для людей, которые нравятся вот айфончики, вот в таком стиле. Бюджетный смартфон от интернет-магазина bestandroid.com.ua. Рекомендуем, с гарантией всегда можно купить на этом сайте. Ну, а теперь я хотел бы сравнить этот телефончик с оригинальным айфоном. Посмотрим, чем же отличается телефон где-то за 1000 гривен, может быть, чуть дешевле, телефон за 7. Так, вот у меня в левой руке этот телефончик на андроиде i5, а в правой оригинальный телефон айфон пятый. Итак, начнем, наверное, с размеров. Сразу хочется отметить, что вот эта копия телефона, она немножко больше, то есть это отличается и по высоте, и по ширине. Что касается дисплея, дисплей такой же по размеру 4-дюймовый. Что есть немаловажным, лицевая панель камеры фронтальная располагается над внутренним динамиком, и слева вот этот датчик приближения. Боковые части, вы видите, здесь такое же расположение этих всех кнопочек. Вверху, на том же самом месте, где и полагается, есть кнопка включения-выключения телефона. Здесь есть муляж под сим-карту, под этот слот. В пятом айфоне, конечно же, здесь сюда вставляется сим-карта, но опять же он на правильном месте. И нижняя часть вообще не отличается, в принципе, начиная от расположения выхода миниджека 3,5 мм, заканчивая вот этими дырочками под внешний динамик. И зайдем теперь на экран блокировки. Пожалуйста, вот, в принципе, то же самое. Вводится и дата, информация о сети, о заряде аккумулятора. То есть, в принципе, визуально они одинаковые абсолютно. Разблокируем теперь айфон и разблокируем наш телефончик, который является копией. Попадаем на рабочий стол. В принципе, что касается дисплея, он неплохой, как для телефона за 1000 гривен. В принципе, очень похож на iOS. Здесь стоит Android, но все-таки это визуализация, оболочка iPhone Shell. Вот, можно зайти даже на строку поиска, поклассать по рабочим столам. Здесь тоже их такое же количество, их два, и плюс дополнительный рабочий стол для поиска. Если два раза нажать, то здесь выходит меню у нас быстрого доступа, запущенный приложением. Здесь же, если два раза нажать, вылазит контекстное менюшка. То есть, видно сразу, что это Android. Небольшие отличия есть. Что касается меню быстрого доступа, то здесь сверху у нас также большая информация о всяких там наших задачах. Здесь также есть эта информация, но касательно уже Android. Причем здесь еще можно переключать, в отличие от пятого айфона, различные режимы включать. Wi-Fi, например, можно очень быстро включить. Ну и что касается работы самого сенсора, скорости. Ощутимее, конечно, айфон побыстрее блистает в своей страничке. Это факт. Ну и стоит он в 7 раз, в 7 раз, подумайте, только в 7 раз дороже. В принципе, для тех, кто ему нравится стиль айфона пятого, но не хочет тратить такие бешеные деньги на этот телефон, пожалуйста, вот есть такое вот решение. Телефон от китайских производителей, очень похож на оригинальный. И там в комплекте, скорее всего, вы найдете в некоторых интернет-магазинах бампер, то есть чехольчик. И будете носить его в чехле. И никто никогда не скажет, что это не оригинальный айфон. Он очень похож. Яблочко, кстати, видите, оно глянцевое, блестит. То есть это тоже круто. И интернет-портал bsandroid.com.a благодарит вас за просмотр видео. Также подписывайтесь на наш канал и следите за новыми обзорами. Всего вам доброго.